Помимо вот этой встречи, вот этого мероприятия, что еще будет на фаре вот такого социально ориентированного? Да, вот мы сейчас планируем, ведем переговоры, хотим сделать круглый стол соцпредпринимателей и, возможно, каких-то организаций, которые занимаются саморазвитием человека. Они могут быть коммерческими, но, по большому счету, у них цель саморазвития – это йога-центры, это всякие спортивные какие-то центры сейчас частные, где, по большому счету, решается вопрос развития человека. Это не сильно коммерческая, на самом деле, деятельность. Я вот читала статистику, это среди всех предприятий, скажем так, среди любого бизнеса, самое сложное и самое такое низкое… Оплачиваем. Даже не то, что оплачиваем, человек меньше всего получает от этого бизнеса себе. Однако это нужно, да, и вот мы хотели собрать этих людей и спросить, вот в наше время тяжелое, когда вот сейчас непонятно, что вообще с курсом и вообще, что там что-то, девальвация, все с ума сходят, куда-то хотят уезжать, не знаю, в другие страны или вообще непонятно, что делать. Что мотивирует этих людей держать эту линию, вести такие, делать эти проекты, да. Вот что мотивирует этих людей, несмотря на что, думать вначале о каких-то социальных моментах, как решить какую-то ту или иную социальную там проблему, а потом уже о деньгах. Или там, как они находят эти средства, чтобы это сделать. То есть вот эти вот вопросы хотелось бы раскрыть и не делать это очень, сделать это в стиле форо-дружески, так вот вообще, ну как бы душевно, не то чтобы по-домашнему, а просто в простой беседе. Посмотреть на этих людей, не знаю, поблагодарить их. Возможно, тут же порешать какие-то вопросы, как помогает государство этим людям, потому что мы отправим письмо в Акимат и хотим пригласить нашего нового Акима. Надеемся, что он откликнется, чтобы он пришел к нам именно вот на этот круглый стол и вообще посмотрел на форо, посмотрел на людей социально активных в нашем городе. То есть что у нас есть вот достаточно большое количество разумных людей, кто что-то двигает, делает, я не знаю, не сложа руки, ноет и так далее. Не просит у государства дайте, а сам двигается, пытается. Вот такая задача. То есть побольше узнать, пообщаться и как-то, может быть, что-то сгенерить совместно. Ну да, то многие считают, что человечество делится на две части, да. Одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат, куда катится этот мир, да. Да, да. Вы хотите сказать, что тех, кто катит, все-таки больше. Больше, больше. Мне кажется, на форо как раз-таки собираться те, кто катит, потому что, ну, можно течь по течению там и как-то плыть и смотреть, как что будет, а все-таки в ангарде те, кто двигает, да, кто не ждет, что будет, а делает сам. А кто может прийти? Все-таки это же не такое большое пространство, как вот летний фестиваль, да, здесь все-таки закрытые мероприятия, ну, закрытые стенами, скажем так. Вы имеете гости или как посетители? Вот кто из посетителей, вот кто может прийти поучаствовать в вот этих ваших мероприятиях? Ну, да все практически, то есть у нас реклама, она в соцсетях мощная, потом у нас, вот, радио Тенгли нам, спасибо, им помогают тоже ратировать ролик, кое-какие лэды задействованы в городе, билборды, вот, поэтому, собственно, те, кто знают Форэ, наши фанаты, так скажем, не повысит этого слова, но у нас такие большие группы достаточно в сетях, вот, и просто жители города, дети. У нас же детские центры там будут также на третьем этаже, вот, в музее, то есть у нас там же большой холл, там будет сцена, на сцене вот эти вот дискуссии, открытые круглые столы и так далее, концерты. На третьем этаже детские центры будут выставляться, потом эволюционные центры, ну, центры эволюции или как развитие, это различные центры по саморазвитию, йога-центры, там, спортивные какие-то там танцы и так далее. И хендмейд-базар, это вот обязательно, да, наша фишка тоже, хендмейдщики, любимая тема, ярмарка, ремесел и так далее. Немножечко кухня, чуть-чуть вегетарианская правильная будет, это будет секрет, да, угощение, так что вот, все тоже только немножко в уменьшенном формате. А мастер-классы какие-то будут проводить? То есть вот если я пришла на танцы? Мастер-классы будут. Мастер-классы, вот программа будет, она, кстати, того, что какие-то мастер-классы прямо со сцены, ну, какие-то яркие, особо интересные, какие-то в самих зонах, вот, и все по программе, то есть, так что будет интересно, надо всех приглашать ходить.